Считается, что взрослые люди болеют острыми респираторными инфекциями от 2 до 4 раз в году. Дети еще чаще до 8 раз. Молоко с медом, горчичники, дышать над картошкой и чеснок, лук, на самом деле множество еще народных способов можно вспомнить, имеют ограниченный спектр применения. Я бы ограничил применение чеснока, лука в носовые ходы. Туда же мы можем отнести в некоторых случаях хозяйственное мыло. Это, конечно, нонсенс, но да, бывали и такие случаи. Витамины в большинстве своем не задерживаются в нашем организме при необходимости. Усваиваются, все излишнее метаболизируется и выводится нашим организмом. Александр Владимирович, добрый день. Добрый. Расскажите, пожалуйста, как себя защитить в сезон респираторных инфекций? Осенью чаще всего начинается сезон заболеваемости, ОРВИ. Мы можем это списывать на ослабленный иммунитет, однако летом мы хорошо кушали, у нас было сбалансированное питание, достаточное количество витаминов, овощей, фруктов. Мы много находились на солнце, мы с вами отдыхали больше, но все же чем опасна осень и развитие острых респираторных инфекций? Укорачивается солнечный день, мы меньше получаем витамина D, мы все же меньше начинаем кушать овощей и фруктов. Также увеличивается наша социализация, дети идут в сады, в школы, из отпусков возвращаются коллеги. И учитывая большую тесную связь в мегаполисах, мы чаще контактируем с другими людьми и чаще можем заразиться острыми респираторными инфекциями. Как себя защитить? Маски носить, витамины принимать, что? На самом деле, наверное, уже набило оскомину во времена пандемии коронавируса, но и на сегодняшний день остаются те же незыблемые правила о гигиене, чистоты рук, о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты и по возможности избегать средства массового скопления людей. Если мы говорим об ОРВИ, то чаще это какие вирусы? На самом деле их не просто сотни или тысячи, их можно разделить на большие группы, которые могут разделяться на подгруппы. И большими подгруппами являются это вирусы гриппа, чаще всего типа А, В и С, это парагрипп, четыре типа его, множество адена, риновирусов. На самом деле определить точно респираторное заболевание занимает достаточно много времени и по итогу мы видим, что выздоровление либо облегчение симптомов наступает раньше. Человек, например, почувствовал, что простудился. Какие меры нужно принять сразу? Профилактические меры при первых признаках проявления простуды – это, конечно же, режим труда и отдыха. Необходимо понимать, что работу, которую мы выполняем в течение дня, невозможно выполнить с той же эффективностью и без последствий для организма. Поэтому по возможности отдыхать. Обязательно соблюдать питьевой режим от полутора до двух литров воды, чая, морсов. В дни, когда мы чувствуем себя хуже – это превентивные профилактические меры. Конечно, про питание сегодня, наверное, много будем говорить. В том числе это рациональное питание, это содержание белка в потребляемой пище. Ну, сразу вспоминаются такие классические народные методы лечения из детства, когда ты дышишь над горячей картошкой, ноги нужно парить, чеснок есть. А эти способы так эффективны на самом деле? Молоко с медом, горчичники, дышать над картошкой и чеснок, лук, на самом деле множество еще народных способов можно вспомнить, имеют ограниченный спектр применения. И на сегодняшний день с учетом развития медицины, фармакологии, я бы, конечно, отдавал предпочтение данным комплексным лечебным мероприятиям. Однако молоко с медом могут дать положительный эффект для откашливания. Мы можем наблюдать положительную динамику кашля, если дышать, делать ингаляции, дышать над картошкой. Но мы понимаем, что в некоторых случаях это противопоказано. Пациентам с бронхиальной астмой, с хроническими обструктивными болезнями легких такие ингаляции противопоказаны. Ингаляции при температуре выше чем 37,5 также противопоказаны. Мы можем нанести вред. Закапывание в носовые ходы сока лука, конечно, раздражает их. При этом мы можем получить не только аллергическую реакцию, анафилактический шок. Мы можем ухудшить состояние течения острой респираторной болезни. Не так давно в некоторых социальных сетях завирусился способ применения при ОРВИ чеснока. А именно зубчики чеснока целиком закладывались в носовой ход. Это не только может приводить к осложнениям в виде инородного тела в носовом ходу, но и обеспечить стационарное лечение пациента. Поэтому с народными методами необходимо быть осторожными. Если говорить о тех методах, которые я бы предпочел, наверное, чай с малиной. Мы понимаем, что малине приписывают множество свойств, помимо жаропонижающих, расслабляющих, снижения сахара, липидного спектра. Мы можем увидеть, что при обработке ягод они, конечно, снижают свою эффективность. И содержание витаминов, особенно мы понимаем, что у малины есть достаточное количество ацетилсалициловой кислоты. Это аспирин, то есть доказанное средство снижения температуры у малины есть. Но эта кислота содержится в большей степени в коре, в листьях малины, а не в ягодах, тем более термически обработанных. Давайте назовем какие-нибудь народные методы, которые ни в коем случае нельзя применять. Я бы ограничил применение чеснока, лука в носовые ходы. Туда же мы можем отнести в некоторых случаях хозяйственное мыло. Это, конечно, нонсенс, но да, бывали и такие случаи. Горчичники, банки. В данных случаях я бы избегал применения их у детей. Лучше разогревающие крема, либо одеть ребенка в две одежды теплее одеться. И ингаляции над картошкой я бы тоже ограничил. В данном случае, если необходимо, и мы понимаем, что это даст положительный эффект, доставка увлажненного воздуха в верхние дыхательные пути, ингаляция, аромоингаляция. То есть мы можем это сделать дома с помощью кастрюли и воды. Если мы говорим о противовирусных препаратах, то они у нас продаются без рецепта, в отличие от антибиотиков. И тут уже каждый может фантазировать как угодно. Такой попробовал препарат, такой попробовал. А без вреда для здоровья какой срок, как долго можно применять противовирусные препараты? Считается, что взрослые люди болеют острыми респираторными инфекциями от двух до четырех раз в году. Дети еще чаще до восьми раз. При этом каждый раз мы бежим в аптеку за противовирусными препаратами. И в данном случае я бы тоже разделил их на несколько больших групп. Это препараты, которые воздействуют непосредственно на вирус. Это иммуномоделирующие, иммуностимулирующие препараты. И препараты, которые улучшают выработку интерферонов внутри нашего организма. И ограничение применения их на сегодняшний день сводится лишь к количеству дней применения. Согласно инструкции. Обычно это от двух до семи дней противовирусные препараты. Дальше при неэффективности мы понимаем, что имеет место присоединение бактериальной флоры. Ввиду этого противовирусные препараты неэффективны. Если так смотреть правде в глаза, не все у нас идут к врачу, если почувствовал, что простудился. И не все лечатся. Кто-то на ногах переносит эту болезнь. И, наверное, могут быть последствия у такого поведения. Какие последствия могут быть, если не лечить? Если не заниматься превентивным лечением, либо лечением в первые дни острых респираторных заболеваний, мы можем получить осложнения. Если говорить про такие заболевания, как грипп, то наиболее частыми осложнениями являются пневмония. Но мы можем также разделить их на несколько больших групп. Это осложнения дыхательной системы. И здесь не только пневмония. Здесь мы можем наблюдать бронхиты, ларингиты, тяжелое течение ларинготрохиитов. Также нередки осложнения на органы слуха в виде отитов. А также есть большая группа осложнений на центральную нервную систему, менингиты. Это очень серьезно. На мой взгляд, данные случаи должны однозначно рассматриваться на уровне стационара, городского, либо областного уровня. И лечение здесь уже предполагает комплексный подход. Если говорить о гриппе, осенью проходит вакцинация. Кому в первую очередь стоит идти и делать прививку? В Министерстве здравоохранения нашей республики давно разработаны мероприятия по вакцинации от гриппа. И в первую очередь, также на бесплатной основе, она проводится детям от 6 месяцев до 3 лет. От 3 лет до 18 лет две большие группы. А также взрослым, имеющим хронические заболевания. В данном случае мы имеем в виду заболевания сердечно-сосудистой системы, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию. То есть заболевания респираторной системы, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Также взрослым людям старше 65 лет. И те люди, которые контактируют с большим количеством людей, это работники торговли, правоохранительных органов. Скажите, а достаточно обычного осмотра терапевта перед вакцинацией? Либо нужно обязательно какие-то анализы задать? На мой взгляд, если пациент ежегодно проходит диспансеризацию, о чем следует помнить, то этого будет достаточно. Одного осмотра плюс врач-терапевт, участковый доктор, врач общей практики, либо педиатр могут из амбулаторной карты подчеркнуть знания о флюорографии, общем анализе крови, мочи, электрокардиограмме. Если же пациент долгое время не обращался в поликлинические, в амбулаторные учреждения здравоохранения, то помимо осмотра, конечно, надо будет подключить меры диспансеризации, а именно общий анализ крови, электрокардиограмму, флюорографию. А грипп может спровоцировать какие-либо болезни? Да, грипп может спровоцировать помимо пневмонии ухудшение состояния всех хронических заболеваний и в некоторых случаях приводить к летальным исходам. Скажите, когда после респираторного заболевания перенесенного можно возвращаться к привычному образу жизни, например, спортом заниматься? И вообще нужна ли реабилитация после простуды? Реабилитация после респираторных инфекций обязательно. И она должна включать в себя не только рациональное сбалансированное питание, здоровый сон, пешие прогулки, но и снижение стресса. И если говорить про спортивные мероприятия, то есть бассейн, спортзал, я рекомендую не раньше, чем через две недели. В некоторых случаях до четырех недель проходит мероприятие по восстановлению организма. Многих интересует, как иммунитет свой укрепить перед холодами. Что бы вы посоветовали? В данном случае, если мы говорим про иммунитет, то ему, по большому счету, ничего не требуется извне от нас, кроме, как я уже говорил, хорошего сна, питания, высокобелкового. Потому что некоторые статьи говорят о том, что необходимо витаминизировать организм, однако витамины в большинстве своем не задерживаются в нашем организме. При необходимости усваиваются, все излишнее метаболизируется и выводится нашим организмом. Подготовиться, конечно, необходимо в части здорового сна, в части того, что необходимо одеваться в соответствии с погодой. Если немножечко похолодало, это не значит, что необходимо одеть на себя 3-4 одежды и излишнее потеть. Утром, в осеннее время, температура за окном может снижаться ниже 10 градусов, при этом днем подниматься выше 25 градусов. Поэтому человек, который рано идет на работу, либо допоздна задерживается на ней, может переохладиться. Мой совет – не забывать одеваться в соответствии с погодой. Что касается питания, вы сказали, оно должно быть высокобелковым. А что конкретно включить в свой рацион в холодное время года? Да, высокобелковое питание – это лишь один из пунктов рационального питания. В данном случае белки должны быть не только животного происхождения, но и растительного. Животного происхождения белки – это мясо, в том числе курица, индейка, филе куриное, я имею в виду кролик. Если мы говорим про белки из растительного происхождения, это бобовые культуры, это злаковые. Конечно, нашему организму не только летом нужны овощи и фрукты. В большей степени они нужны зимой, в осенний период. Поэтому продукты с высоким содержанием витамина С, такие как красный перец, шиповник, цитрусовые, киви, должны присутствовать в рационе питания здорового человека. То есть витамин С действительно так полезен в холодное время года, и на него стоит налегать? Дополнительно стоит его принимать как-то в шипучках каких-нибудь или нет? Есть порядка 29 рандомизированных исследований, научных работ, которые показали, что применение витамина С в дозе 200 мг ежедневно никак не влияет на шанс заболеть острыми респираторными инфекциями. Напомню, что в среднем взрослой женщине необходимо 75, а мужчине 90 мг. То есть дозы были превышены как минимум в два раза, и мы не заметили той корреляции, которая бы способствовала снижению заболеваемости. Однако выздоровление сократилось на 10% таких пациентов. Есть научные исследования, где дозы витамина С превышались в десятки, в некоторых случаях даже сотни раз, и никаких подтвержденных данных о том, что человек не заболеет, на сегодняшний день нет. Какие обследования стоит пройти, чтобы исключить дефициты в сезон холодов? Помимо витамина С, следует помнить о том, что есть множество других витаминов, которые необходимы организму, в том числе для поддержания иммунитета. Это витамин D, это такой фермент, как мелатонин, который, наверное, эффективнее витамина С в два раза. Если говорить про обследование, которое необходимо пройти в осенний период, если чекап, скажем так, или диспансеризация гражданина приходится на осенний период, то в соответствии с полным возрастом, с хроническими заболеваниями пройти полную диспансеризацию. Если мы хотим для себя, так сказать, удостовериться, что все хорошо, это в первую очередь общий анализ крови. То есть мы посмотрим не только факторы воспаления, также большое внимание врачу уделяют уровню гемоглобина, а это содержание железа и, соответственно, доставка кислорода в наши органы и ткани. Это общий анализ мочи, где мы можем хорошо проверить работу почек. Биохимический анализ крови. Здесь порядка полутора тысяч показателей, однако выбирать точечно вам поможет врач. Где-то ферменты печени, где-то ферменты почек, гликированный гемоглобин, глюкоза, возможно, какие-то гормоны. На мой взгляд, ежегодно необходимо следить за гормонами щитовидной железы. ТТГ, Т4, антитела к тиреодной пероксидазе. Ну и, конечно же, одним из достаточно важных и на сегодняшний день трендовых показателей является витамин D. Александр Владимирович, спасибо за интересный и содержательный разговор. Спасибо. И вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok